Бывало ли у вас такое, что в какой-то момент в голове словно вспихивает лампочка и неожиданно всплывает какое-то воспоминание из прошлого? Это может быть всё что угодно, какой-нибудь забавный случай с детства, давно позабытые детали сна, воспоминания о первом поцелуе. Ведь наверняка же с каждым человеком хоть раз, но случалось нечто подобное. Будто со мной недавно приключилась именно такая штука. А началось всё с моей маленькой дочери. Мы приехали на выходные на дачу и малютка первой забежала в дом. Она просто обожала бывать здесь и потому ещё в машине вся извелась от нетерпения. Стоило ли удивляться, что как я только открыл входную дверь, Настя тут же рванула со всех ног внутрь дома, радостно вереща. «Настя, не бегай там в обуви!» Успела крикнуть след дочери жена. Лиза несла в руках пакиты и укоризненно смотрела на меня, что я не проследила за маленькой. «Ага, сейчас, так она тебе и послушалась!» Фыркнула старшая дочь, обгоняя маму. Ей только-только исполнилось тринадцать, и она начала превращаться в типичного подростка, вечно фыркающего, недовольного и не к месту циничного. Забавно, но для меня старшая дочь Машка всё ещё такой же малюткой, которой она была совсем недавно. На то, чтобы разобрать вещи и расположиться, ушло не больше получаса. Игорь с Машей пошли на кухню готовить покушать с дороги. Я же с Настей раскладывал её куклу в комнате. Именно тогда младшая и сказала фразу, от которой у меня неожиданно ёгнуло сердце, и в голове словно бы случилась вспышка. Настя встала с пола, где мы сидели, и прошла к своему рюкзаку, чтобы достать ещё и гроши. Уж больно любила она своих кукол и не хотела оставлять их одних дома ни при каких обстоятельствах. «Ммм, так вкусно карамелькой пахнет!» – внезапно протянула Настюшка, шумно вдохнув в воздух. «Что, доча?» – понял сначала я. «Запах вкусный, пап. Ты не чувствуешь, что ли?» Укоризненно протянула Настя. И тогда я почувствовал этот запах, едва ощутимый. Он всё же действительно присутствовал в комнате. Забавное дело, если бы дочка не сказала про него, я бы точно не заметил. Наверное, что-то отразилось на моём лице, когда воспоминания одно за другим начали вспыхивать в памяти. «Папа, ты чего?» – нахмурилась Настя. Голос младшей дочки вернул меня в реальность, и я смог кое-как выдавить из себя улыбку. «Ничего, дочь. Просто вспомнил, что забыл бумажник в машине. Надо забрать». Настюшка резненно покачала головой, копируя своего маму. Сославшись на этот самый забытый бумажник, который благополучно лежал у меня в кармане куртки, я вышел из дома и действительно прошёл к машине. Здесь я смог, наконец, выдохнуть и, уже не скрывая дружь, погрузиться в давно забытые дни. Случилось это в дни моей юности, когда я с треском вылетел из университета. Учился я на специальности, которую терпеть не мог. Но так как родителям пришлось заплатить солидную взятку, дабы меня взяли, именно на этот факультет. Приходилось терпеть. Я, честно, пытался учиться через «не могу» и «не хочу». Но несколько особо вредных преподавателей на третьем курсе положили конец моим страданиям. Родители рвали и метали. Особенно отец. Ох, сколько тогда я выслушал криков про то, какой я бестолковый и неблагодарный. Мне на полном серьёзе грозила армия. Родители даже были, кажется, не против. Благо, я успел оформить академический отпуск и призыв, меня миновал. Возвращаться домой я не хотел, просто потому, что выдержал бы с родителем все эти дни. Понятное дело, они бы со временем успокоились и перестали бы выедать мне мозг. Вот только проверять, сколько дней бы это всё заняло на собственной шкуре, как-то не очень хотелось. Меня уворочила моя двоюродная сестра. Она с мужем и маленькой дочуркой жила в пригороде. Общались мы с ещё с детства. И потому она решила помочь в моей непростой ситуации. Тем более, что муж у неё занимал такую должность, на которую постоянно приходилось ездить в командировки. Ей банально был нужен кто-то для помощи с ребёнком. Её мама жила на Дальнем Востоке и приехать не могла из-за работы. А у мужа Юрия родителей не было в живых. Так что я пришёлся туда к месту. Ну и вдобавок к этому, я устроился работать в кафе недалеко от дома сестры и тем самым обеспечив себе хоть какую-то автономность в плане денег. Ирина с Юрием незадолго до рождения дочери обзвились своим частным домом в пригороде, где мне и досталась одна из комнат. Муж с сестрой относился ко мне тепло и заверил, что всё со временем наладится. Главное не терять голову и не тратить своё время попусто. С этими словами он помог мне обустроиться в комнатке неподалёку от их спальни. Она была небольшой, но зато там была тахта с отличным ортопедическим матрасом и был отдельный телевизор. В тот злополучный день, когда всё и случилось, всё шло наперекосяк. Во-первых, я умудрился заболеть и температура временами поднималась до 38. У дочери сестры начались колики и бедный ребёнок рыдал так, что закладывал уши. Ну и в довершение всего этого парада безумия, муж сестры за несколько дней до этого уехал в командировку на две недели. Словом, Ирина осталась одна с кричащим ребёнком и больным родственником, который даже толком помочь ей не может. Правда, я всё-таки пытался быть полезным и в момент облегчения брал племянницу на руки и баюкал на руках. Благо запасов парацетомого и лимона, для чая было много. И они на какое-то время помогали. Меня слышало под вечер. Сил совсем не было, и голова уже ощутимо кружилась. Я передал племянницу Елене, а в голове на тот момент у меня уже здорово так шумело. Фразу сестры о том, чтобы я шёл спать, практически уже не слышал. Проснулся и глубоко ночью от позывов в туалет. Температура всё ещё чувствовалась. Меня слегка знобила, и слабость была такая, что меня покачивала при ходьбе. Мысленно, мы теряя всё на свете, я двинул в сторону туалета. Чтобы попасть до завидной комнаты с унитазом, мне надо было пересечь коридор и пройти мимо комнаты, где спали сестра с племянницей. Я старался идти как можно тише, потому что в доме стояла тишина в тот момент. А это значило, что Ирине всё-таки удалось уложить свою дочёрку. Учитывая, как сильно и долго племянница плакала, удалось это явно с большим трудом. Именно поэтому убудить её было категорически нельзя. Я крался вдоль коридора и как раз дошёл до двери в комнату сестры. Там горел ночник, и комната была залита тусклым жёлтым светом. Ирина объясняла, что при включённом свете ей лучше видно, что там с ребёнком в кроватке. Я бросил короткий взгляд в комнату и увидел сестру, спящую на кровати. Она лежала на боку, рот слегка приоткрыт, одна рука свисала с края кровати. Бедняжка явно измучилась и устала, пытаясь усыпить Анюту. Покачив головой, я продолжил свой путь и вскоре успешно добрался до туалета. Закончив там дела, я скорее поспешил обратно, стараясь не шуметь по возможности. Проходя мимо комнаты сестры, я снова бросил туда взгляд и почему-то на этот раз остановился. Ирина спала в той же самой позе, что и раньше. Потом мой взгляд скользнул по детской кроватке, и я невольно застыл. Голова всё ещё слегка кружилась, а тело вломило, и совсем не было сил, но в тот момент, словно бы электрическая волна прошла по всему моему телу. Кроватка маленькой Анечки стояла рядом с кроватью Ирины. Её было хорошо видно с моей стороны. Племянница мирно спала. Смешно усморщив личико, а кроватка осторожно покачивалась в такт её дыханию. Умиротворяющая картина по-своему, вот только взгляд мой зацепился за неясный силуэт на изголовье кровати. Сначала я подумал, что Ирина повесила туда свою кофту или какой-нибудь полотенце, но присмотрелся получше и понял, что там было далеко не одежда. Это было что-то живое. Невысокий, мохнатый силуэт восседал на кроватке моей племянницы и мерно раскачивал её. Я смог разглядеть длинные остроконечные уши, округлую голову, заросшую густым волосом и руки с большими ладонями. Я даже глаза протер в тот раз и чуть было не рассмеялся в голос. Видимо, температура всё-таки оставалась ещё достаточно высокой и у меня банально начались галлюцинации. Именно так я подумал в тот момент и громко усмехнулся. И это нечто всё время раскачивало кроватку и что-то насвистывало. Я не мог разобрать всех звуков, но на какой-то миг мне в голову пришла дикая мысль, что она как будто напивала. Стоило мне издать звук, как она тут же остановилась и буквально застыла на месте. Признаюсь, в тот момент у меня уже сильно болели глаза и голова была довольно чугунной по ощущениям. Наверное, именно поэтому я и махнул рукой на такое необычное зрелище. В конце концов, ведь может быть такое, что из-за сильной температуры начались какие-то галлюцинации. Да, по ходу придётся вызывать скорую, если завтра такая дичь будет мерещиться. На миг в голове мелькнула идея о том, чтобы зайти в комнату и проверить всё как следует. Вот только я знал, что передвигалась я сейчас как санамбул, и если я развожу Анюту, то уложить её обратно будет уже очень трудно. Поэтому я махнул рукой и двинул к себе. Меня уже начинало заметно потряхивать от озноба, и я шёл, стуча зубами, обняв себя яростно ругая всё на свете. В первую очередь себя и свою привычку гулять на улице налегке. Лишь что его мне дойти до кровати, лечь в неё и завернуться тёплым одеялом, как стало чуточку легче. Озноб как будто бы немного отступил. Боль за глазами стихла, даже как будто слабость немного отступила. Я так сильно хотел уснуть, провалился в такое сладкое непитье и не чувствовать себя подобно куску теста. Почему-то именно такие ассоциации приходили в голову. Вот только сон никак не шёл, и я без толку ворочался на тахте, изнемогая от подступающего жара. Вдобавок под одеялом я начал потеть, и хлопчатая бумажная футболка мгновенно промокла, что также не добавляло комфорта. И вот именно тогда я и услышал этот звук. Перевернувшись в очередной раз с живота на спину, мои уши ловили раздающийся гулкий удар со стороны комнаты Ирины. Словно бы кто-то не особо крупный спрыгнул с детской кроватки на пол. Именно это сразу и пришло в голову. И перед мысленным взором снова появилась картинка непонятного, мохнатого существа на изголовье кроватки племянницы. А потом раздался другой звук, от которого моя кожа мгновенно покрылась мурашками. И к простуде это не имело никакого отношения. Цок-цок-цок. Словно бы кто-то перебирал когтистыми лапками по ламинату в коридоре. И судя по усилению этого звука, обладатель этих лапок постепленно приближался к моей комнате. Есть такое выражение, сердце упало в желудок. Вплоть до той ночи я никогда не задумывался о смысле этой фразы. Но именно такое чувство у меня возникло, когда я осознал, что это совсем мне не мерещится. И живот неприятно оттянул вниз, когда нарастающий звук сток-цок стал приближаться еще ближе. Оно приближалось к комнате. Я мысленно представлял себе невысокую фигурку, продвигающуюся по коридору, все ближе и ближе к дверей. К идиоту, который проснулся так и не вовремя и увидел то, чего не следовало. Наверное, следовало вскочить и пытаться убежать или сразиться с неизвестной тварью. Вот только ужас, накрывший меня с головы до ног, был буквально пролизующим. В голове роилась тысяча мыслей, и ни одна из них совершенно не нравилась. Оно приближалось, и вскоре я с содроганием понял, что тварь подошла к моей комнате. Когда раздалось по скрипу у меня открывающейся двери, я пытался вспомнить все молитвы, которые только мог вообразить. Но в голову ничего не шло, кроме рассерженного лица отца, расстроенной матери и совершенно измотанной Ириной, баюкающей Анютку. Но еще и Юра с его доброй улыбкой и фразой «ну переживай, это скоро проедет». Все это наложилось друг на друга и теперь крутилось в голове, как с какой-то сумасшедшей калейдоскоп. В итоге, я успел лишь укрыться одеялом с головой и плотно зажмурить глаза, изо всех сил делая вид, что сплю. Тупо ли это? Наверное, да. Вот только никакой другой идеи на тот момент мне в голову не пришло. Когда оно вошло в комнату, я буквально физически ощутил это. Сука, нечуть тихо из-за ковра на полукумнаты, но я сразу понял, что оно приближалось к кровати. Можно было расслышать едва уловимые шелестящие звуки шажков по ворсистому покрытию и запах. Явственно пахло карамелью и еще каким-то едва различимым ароматом трав. Я лежал под одеялом, едва дыша, и стараюсь совершенно не шевелиться. Почему-то я твердо уверился в мысли, что если я никаким образом не дам знать этой тваре, что видел ее, то останусь цел. Уже не знаю, откуда эта сумасбродная мысль пришла в мою измоченную температуру голову. Но она показалась мне правильной. Хотя, быть может, я просто был настолько испуган в тот момент, что не мог даже пошевелиться. Свистящее дыхание теперь раздалось так четко, что мне невольно хотелось заткнуть уши. Стыдно признаться, но в тот момент я даже не думал про то, что это неведомое создание могло как-то угрожать крохотной Ане или моей сестре. Все, что занимало тогда мои мысли, это как сделать так, чтобы тварь просто куда-нибудь испарилась, ушла от меня подальше. Кровать шумно заскрипела, когда она взгромоздилась на ее изголовье, совсем как на кроватку моей племенницы. Именно в этот момент я четко осознал, что это никакая не галлюцинация, а самая настоящая реальность. И эта тварь существует на самом деле, кем бы или чем бы она ни была, и сидит сейчас прямо над моей головой. Шипения посвистывания начали усиливаться, и в какой-то момент мне даже показалось, что эти звуки уже звучат внутри моей головы. От этого она начала болеть еще сильнее, в какой-то момент вообще словно бы оказалась в тисках. Мне пришлось изо всех сил сжать зубы, чтобы никоим образом не выдать себя. Далось это непросто, но каким-то чудом я умудрился продержаться и не издавна сбоку. А потом я с содроганием почувствовал, как что-то коснулось моей головы. Даже сквозь одеяло я почувствовал это прикосновение чужой руки. Вот тут уже вся выдержка мне изменила, и я был готов вскочить и начать лопить, как умолешенный. И так бы я и сделал. Но спустя секунду, мои веки вдруг отешелели. Все тело вдруг стало таким тяжелым, и я почувствовал, как постепенно проваливаюсь в темноту. Последнее, что я запомнил в этот момент – это ритмичное посвистывание, которое странным образом звучало в унисон с ударами моего сердца. Дальше была темнота. Утром я проснулся на своих тахте и на удивление чувствовал себя вполне неплохо. Температура спала, голова практически не болела, и лишь слабость с ломотой в теле напоминала, что я еще вчера был больной разбитой. Лежа на спине, откинув голову на подушку, я слушал, как Рина Сюсюкова со своей дочкой. Мне понадобилась минута, чтобы вспомнить события вчерашней ночи и вскочить с кровати, как ошпаренному. Вот только слабость все же была еще довольно ощутимой, и голова сразу же закружилась. Все, что я смог сделать в тот момент – это бессильно плюхнуться обратно на задницу. Племянница чувствовала себя гораздо лучше, и всем своим видом показывала прекрасное настроение. Рина тоже более-менее выспалась, что не могло не радовать. Постепенно образы стали блекнуть в рутине выходного дня, и теперь вчерашний испуг с прятками от неведомого существа казались нелепыми. Более того, я даже толком и припомнить-то не мог, как это существо вообще выглядело. Лишь ощущение липкого страха все еще немного портил в этот день. Но потом прошло и оно. К вечеру я уже был практически здоров и мог идти на работу. На свою смену из-за этими мыслями я окончательно забыл про это ночное происшествие. Ровно до этого самого дня, когда моя дочурка сказала мне эту фразу про запах карамели. Стоило мне только вдохнуть его, как все мое нутро словно бы сквохнулось, и воспоминания сами по себе ожили в голове. Когда в кармане брюк завибрировал телефон, я уже докурил сигарету и давно уже стоял следующим фильтром. Мне звонила жена. «Илья, ну ты где там пропал? Тут еще убраться надо как следует. Выпаливая супруга». На фоне слышались крики дочерей, которые яростно о чем-то спорили. «Я тут одна не выгребаю. Давай быстрее в дом, потом покуришь, когда со всем разберешься». «Иду», — коротко проговорил я, и хотел бы уже сбросить звонок, как вспомнил одну деталь. «Слушай, Галь, а у нас с собой есть конфеты какие-нибудь? Ну или пряники?» Супруга ответила с небольшой паузой. «Конфеты есть, да, и взывай перед отъездом. Пряников нет, но я брала печенье с начинкой». «А ты почему вдруг спросить решил?» «Да я так просто». Захотелось вдруг. «Ладно, уже иду. Сейчас все сделаем в лучшем виде», — сказал я и сбросил вызов. Вместе с этими жуткими моментами той и ночью я вспомнил еще одну вещь. Моя сестря Ирина имела одну чудаковатую привычку. Она всегда оставляла какую-нибудь простенькую еду на столе, кухне. Обычно какие-нибудь конфеты или печенье. Как-то раз я спросил ее, зачем, и сестра с улыбкой ответила. Мол, оставлю домовому, чтобы не злился и помогал. Звучало это, конечно, глупо. Вот только сейчас я уже не был так сильно в этом уверен. Кем бы ни было то существо, пусть даже и домовым, оно не навредило ни мне, ни моей маленькой племяннице. Более того, оно даже в каком-то смысле помогло нам. Я обыздривал быстрее, а Анюта поспала в ту ночь. Так что, может, и имело смысл, последуя примеру моей сестры. Заходя в дом, я поймал в себе на мысли, что все-таки совсем не хочу снова слышать этот цок от маленьких коготков по полу. Ведь неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы я окончательно не выдал себя и домовой бы понял, что я его видел. Узнавать я это совершенно не хотел. Редактор субтитров А.Семкин